Мэрия Сыктывкары сегодня в очередной раз проверила, как в городе идет очистка крыш от снега и наледи. Усилить работу в этом направлении поручил глава КОМИ. И с тех пор чиновники и коммунальщики в рейды выходят ежедневно. Светлана Некрасова знает об этом больше. С очисткой крыш от снега и наледи в Сыктывкаре не все хорошо. Хотя справедливости ради нужно отметить, что большую часть кровель управляющей компании все же привели в порядок. Правда, часто действовали по так называемому эконом-варианту. Это когда снег очищается только непосредственно над крыльцом. А в сантиметрах от него уже свисают сосульки. Впрочем, правилами такое допускается. К тому же шифер, а именно он в основном лежит на кровлях деревянных домов, материал довольно хрупкий и не всегда без потерь переживает тотальную чистку от снега. Если еще кровля шиферная, то чем меньше ее трогать, главное безопасность. Потом можно просто пробить ее и все. А вот за здоровье этого мирно отдыхающего на заваленке дома по Амайгова 45 пенсионера чиновники реально забеспокоились. Сидит мужчина под свисающим с крыши внушительных размеров навесом из льда. В соседнем доме ситуация точно такая же. Часть снега уже сошла. По словам местных жителей, обошлось без вмешательства коммунальщиков. Помогла оттепель. Но оставшиеся глыбы до сих пор угрожают жизни людей. Нарушение фиксирует представитель жилинспекции. Ряд крыш не убраны, тоже находятся в ненадлежащем состоянии. По данным фактам будут оформлены соответствующие акты обследования и будет решаться вопрос о привлечении лица ответственного за содержание на квартирном доме к административной ответственности. Нерадивым товариществом собственников жилья за угрожающие жизни людей ледяные свесы придется ответить кошельком. Штрафы для них от 40 до 50 тысяч рублей. Впрочем, управляющим компаниям, которые вовремя не очистили кровли, раскошелиться придется на сумму более существенную – 250 тысяч. И это в том случае, если мировой суд назначит минимальное наказание. К слову, материалы нынешней проверки – на пяти точках ревизора обнаружили три нарушения – жилинспекция непременно направит служителям Фемиды.